А всем привет с канала Брим Тим. Сегодня у нас такой хороший солнечный денек и определенно мы пойдем на рыбалку. Не решили удаляться в фанатизм, чтобы в 4 утра вставать, к тому же все наши рыбалки в этом сезоне показали, что если рыба есть, она клюнет в любое время. И сегодня пришла такая идея, раз мы там не спеша, все сядем, полыбачим, пришла идея для видеоролика о рыбалке с комфортом. То есть что нужно взять на рыбалку фидерную, чтобы ловить именно удобно, свободно, легко, чтобы было все под рукой. И сейчас мы как раз с вами соберемся. Первоначальное, что это будет замес корма, то есть в видеоролик 5 вещей, которые нужно сделать, если вас выгнала погода, вот здесь вот наверное будет где-то там подсказка на этот видеоролик. Я говорил, остался корм с прошлой рыбалки, заморозьте, перед этим сделав его рассыпчатым. Что мы сделали с оставшейся рыбалкой. То есть сейчас мы высыпаем корм. Это еще с прошлой рыбалки у нас он остался. Миненко, черный лещ, Миненко, специи и база фидер, замешанные на меласе. То есть он сейчас еще потать чуть-чуть. Ну вот, я его вытащил из морозилки минут 10 назад, может 15, а он уже такой сыпучий, не превращенный в ком огромный. И даже в какую-то часть сохранил свою ароматику. Если же он даже работать не будет, мы его используем как за кормом. Далее оставляем это. Так, берем крышку и убираем. Первое ведро корма готово. Потому что первоначально нужно расходовать ваш замороженный корм. Далее берем замес на сегодня. У нас это Миненко Плотва Буткич серия. Используем не столько для запаха, сколько, наверное, для пылящей такой базы. Потому что замешиваться сейчас скажу, на чем мы будем. Так, в сторону. Тут у нас остатки, в таком видеоке маленьком, это Дунаев премиум лещ сладкий. То есть такой сладковатый вкус. И обладает чем-то похожим с Миненко. Только здесь как будто кориандр или что-то такое. Высыпаем это полностью. Закрываем. С балтером, чтобы у нас все частицы перемешались. Вот теперь такой вкус легкого такого печенья, невыраженный. И берем наш просеянный Биг Фиш. О чем я говорил, и будет очень много видеороликов по прикорму. Биг Фиш и крупнофрикционный корм мы просеиваем. То есть здесь вот в банке как раз остатки его. Это кукуруза, пелец. А здесь именно вот такой вот сухой порошочек. Именно такого даже кисло-сладкого запаха. А отсюда мы его берем, наверное, два совка возьмем. Ну давайте вот два с половиной. Чтобы оставить еще на следующий раз. Так. Это мы сразу убираем, потому что нам это не нужно. Далее. Ну как всегда. Гомарус. То, чем питаются рыбы в реках. Ссыпаем полностью остатки. Так. Теперь немножко перемешаем. Вот так вот. И сейчас накроем также крышкой и взболтаем. Так. Опа-на. Немножко просыпалась, но ничего страшного. Видимо, неплотно закрыл. Он перемешался. И такой вот именно сладковатый запах. В чем главная суть этого замеса. Вот его можно посмотреть. Он такой вот прям у нас. Прямо как будто в миксере передробили печенье такое юбилейное. В чем его главная прелесть? Он у нас будет... Он у нас будет чересчур даже, наверное, пылящий. И мы соберем как можно больше рыбы с водоема. Потому что у нас есть как и лещовый закорм будет, так у нас будет и прикорм по рыбке. Касаемо закорма. Закорм от прикорма отличается тем, что прикорм мы заминаем в кормушку. Закорм мы бросаем с помбом. Там может быть консервированный горох, кукуруза и другое такое вот. Такие элементы, так скажем. Здесь вот мы храним перемешанный закорм. Это манная крупа, дробленый горох, просеянный бигфиш. Короче, по максимуму можно добавлять вот таких вот гранул. Даже можно услышать, как они сыпятся. То, что они тяжелые, в отличие от основного форма. У нас только как мало осталось. Так, это также убрали. Это мы сюда берем миласу. Берем ее на шоколаде, потому что пока другой у нас нет. Но миласа нам нужна даже не столько для запаха, сколько для того, чтобы вызвать у рыбы, извиняюсь за терминологию, но все-таки, чтобы вызвать понос. Чтобы рыба ела, ее тут же проносила, ела, проносила. Это активизирует ее клев, и она не уйдет с точки. Что с вот этим можно сделать далее? Это мы сейчас возьмем воду и перемешаем. Воды можно добавить, чтобы дать разбухнуть этому закорму. Можно даже его замешать чисто на миласе, без добавления воды. Тот сезон показал очень шикарно себя. В такого рода закорме. То есть мы даже основной прикорм в кормушке замешивали чисто на миласе, давая впитаться, не насыщая притормку водой, и делая ее чересчур тяжелой и клейкой. Прямо же это какой-то был супер-пупер методный корм. Но, тем не менее, подходили большие особи. Мне вот сейчас его бы не одолевало. Сейчас у нас похоже на вот такой вот клей. Ну, я думаю, за счет того, что здесь есть манка, все-таки она сама по себе обладает свойством клеить. И у нас, наверное, спомп просто не откроется от того, что его склеит. И поэтому воды, я думаю, мы сюда все-таки подбавим. Ну, это мы сделаем за кадром. Каких-то особых критерий по добавлению воды нет. То есть смотрите на увлажнение. Так, далее. Убираем миласу, она нам больше не нужна. По снастям. Берем, значит, два полотенца, чтобы не в воде, не об штаны руки обтирать. Хотя я буду все равно об штаны. Мне так удобнее. Далее берем наш чемоданчик, по которому мы еще не снимали обзор, где все спреи у нас. Потому что фидерная рыбалка подразумевает с собой эксперименты. Берем чемоданчик со снастками, поводками, крючками и кормушками. Далее. Берем наш садок. Так, как вы могли заметить, у меня уже выражение лица, как у коренного жителя Америки. Солнце сейчас очень изнойное, палящее. И не поэтому нужна какая-то защита. Помимо головных уборов, которые не нужно забывать одевать в жару. Потому что, если перегреть голову, все-таки шарики за ролики заедут. Поэтому для Кристины я беру пряжный зонтик. Это обычный зонт, который там не какой-то суперфидер, но нет, обычный зонт. То есть мы его отнимем. Я покажу, как мы оборудовали наше место. Этот репортаж не только с нашего балкона, но также он будет и на водоеме. Далее. Давно хотел показать вам вот такую фидерную сумку. Этих сумок нет в магазине. Эта сумка сама шлюф. Сейчас я планирую сделать такой рекламный выпад, так скажем. То есть, это вместительная сумка без каких-либо разделов, без всего-либо, с двумя боковыми карманами для мелочей. Прямо там, допустим, стоим ключи и тому подобные вещи. Так как мы ходим на рыбалку вдвоем, на пеньке, на песке целый день не посидишь, мы берем фидерное, ну как фидерное, мы берем раскладное кресло, потому что с поплавком можно посидеть и на табуретке обычной. А целый день закручу в спину, опять-таки. Рыбалка должна быть комфортной, поэтому берем фидерное кресло. Уж извините меня, у меня будет такой сленг, что это будут фидерное кресло. На звучи большой рыбы мы берем подсак обязательно. Разборный сюда замечательно помещается. Далее, что мы берем? Мы берем стойки для удилищ. Смотрите, как замечательно помещается, и тут еще есть место. Так, это же у нас сюда не улезет, нет? Поэтому мы берем как раз ящик с дипами, ставим его в угол, берем полотенце, ставим в угол, можно уместить сюда и прикром, но у нас для прикрома другая сумка, и сюда он просто будет неудобен. поэтому мы сюда еще если что доложим что-нибудь. А сейчас мы его закрываем. Вот такая вот широкая тракторная молния, две лямки, две ручки, извините за выражение, и один ремень на карабине, то есть карабин тугой, не расстегивается, ремень через плечо. Опять-таки ничего лишнего, все умещается, это лучше, чем все это тащить вот так, вот как суслик из мультика про горох. И поэтому это очень технологично и удобно. Если мы примемся за дорабатывание сумок, я думаю, мы можем даже сделать пару-тройку сумок именно на продажный тест. Ну, и что у нас осталось? То, чем мы будем ловить? берем чехол для удилищ. Внимание! То, что сейчас будет показано, так делать не стоит. Особенно с большим количеством удилищ. Одно или два еще можно. Но, к сожалению, на сквашь вырыбалки нам пришлось уйти в спехи, и поэтому раскладывать было некогда. Поэтому все удилища мы сложили. Вот теперь мы фиксируем на наш чехол. То есть берем и начинаем складывать наши удилища. Первым у нас сюда идет спомп. Далее идет фидер. Далее идет еще один фидер. Патерностер. Вы видите, как навалены, и поэтому в принципе не стоит так делать, особенно если удилище у вас не из бюджетного сегмента. Особенно следите за состоянием кидртипов. Потому что, как мы знаем, это у фидера так скажем то, за счет чего он является как раз снастью, иначе без кидртипа это была бы просто палка, от которой толку было бы не больше, чем от деревяшки, на которую можно было бы скинуть что-нибудь. Закрыли одно отделение, не стоит так делать повторяюсь в сотый раз. Поворачиваем другой стороной. Так, отпутал значит телескопический фидер. Далее наш самый длинный фидер. даже когда мы уходили не зафиксировал катушку. Берем все аккуратнейшим образом вкладываем да, кстати, если возник вопрос почему не разложил я все как мы вернулись домой, чтобы сейчас поехать как бы нормально, не пичкая удилищ и не издеваясь над ними, отвечаю. К сожалению, жизнь устроена не так, что в ней существует только рыбалка, также есть и домашние дела, и работа, которая позволяет нам ходить на рыбалку, и поэтому времени просто-напросто не было. тем не менее сборим пополам все запихнули, да, на будущее стоит хотя бы убирать я думаю у меня спомп отсюда, то есть там 4 вещи прилезут, а вот спомп просто даже объемом катушки мешает, ну да ладно, в общем свожили, вот у нас такой огромный чехол, он даже тяжелее сумки, в которой кресло, и так значит, мы идем на рыбалку, мы берем чехол с удилищами, оснащенный катушкой, жару, мы берем то, под чем можно спрятаться, в данном случае у нас сейчас это зонт пряжный, который кстати замечательно помещается в боковой карман чехла вот такая красота она отсюда ниоткуда не уйдет единственное вес, конечно, увеличился чехла далее мы берем сумку с креслами, подсаками, стойками далее мы берем посадок ящик со снастями и прикорм то чем мы будем кормить можно увидеть что куча уже такая хорошая вот это будет в отдельном рюкзаке который мы используем для переноса корма и что хочется сказать еще помимо этого у вас должен быть рюкзак в котором будет если это жара вода если это холодно это термос с чаем это что нибудь все таки покушать если вы идете на целый день потому что сидеть на берегу особенно когда нет поклевок и скучно и сидеть еще под бурчание своего живота это не есть хорошо любое желание рыбачить пропадет просто раз и навсегда мы собрались и при помощи магии ютуба мы перенесемся сейчас прямо таки на место нашей ловли и так мы сели разложились и касательно рыбалки с комфортом на фидер мы не берем в расчет рыбалку с ночевкой карповую ловлю там комфорт совершенно другого плана элементарно даже по рыболовной кухне по спальникам по освещению кстати а если вы так с утра до вечера порыбачить вместо того чтобы зарабатывать горб и сколиоз на табуретках либо сидя на булыжниках вот таких вот вы берете комфортабельное кресло кстати вот это кресло по скидочной карте ленты стоит 399 рублей альтернатива такому же допустим креслу холдей либо аспрей либо еще каких-либо фирм от 860 так что имейте ввиду далее тот человек который занимается у вас оснастками сундук со снастями прикром прикром почему в пакете потому что Кристина стоит с поплавочкой и ловит в ведро укрейку далее стоят удилища вместо того чтобы стругать деревья ставите их на подставки ротподы держатели с гребенками кому как комфортно далее мы раскинули наше место опять-таки не по всему берегу а в одном месте по рыбе пока что ничего нет только Кристина ловит укрейку так что там пара штук есть но тем не менее садок стоит и вот так вот примерно мы на рыбалке сидим довольно обеспечены комфортом не горбимся все под рукой от насадки до прикорма вот так вот мы вам показали что мы рыбачим как каким образом что у нас есть и с каким уровнем комфорта мое пожелание сейчас рыболовам в данный сезон не забывайте про средства защиты от солнца потому что ужас не загорел а обгорел а так с вами был канал Брим Тим мы держим с вами обратную связь и вконтакте и на ютубе также у нас выкладываются отчеты как в группу так и в инстаграм после нашей каждой рыбалки спасибо за то что вы с нами пока пока